Здравствуйте! Время новостей. В Туле меня зовут Светлана Мулыкина. В ближайшие несколько минут познакомлю вас с основными событиями текущего часа. Губернатор Тульской области проведет официальную встречу с руководителями дипломатических представительств России за рубежом. Запланирована она на завтра, а перед этим иностранная делегация. Посетило акционерное общество «Щегловский вал». Задача компании, напомню, осуществлять работы по сборке, настройке и проведению испытаний наземного оборудования, зенитно-ракетно-пушечных комплексов ПВО и артиллерийского вооружения. Вместе с делегацией на предприятии побывала София Кириллова. 13 руководителей дипломатических миссий России за рубежом специально приехали на завод «Щегловский вал» оценить мощь тульского оружия. Производим панцири, БМП, корнеты, локаторы, оптику, все здесь, все вам покажем сегодня. Оценивают дипломаты в том числе и возможности для сотрудничества. Такая промышленно развитая область, как Тульская, известная на всю страну, да и не только на всю страну, на весь мир, наверное, и своим вооружением, и своими заводами, и своей продукцией. Я уж не говорю про самовары. Возможности есть. Я для этого сюда и приехал, чтобы посмотреть самому, послушать людей, послушать предложения, которые будут. Государства разные. Интересы наших послов практически одинаковые. Чем сейчас живет Россия? Что происходит в стране? А главное, чем они, как граждане Российской Федерации, могут гордиться? Когда ты видишь такую технику, слышишь эти объяснения, у тебя возникает очень ясное и четкое понимание, во-первых, того, на каком высоком уровне находится обороноспособность страны, и то, что сделали в данном случае тулики, жители города Героя, какой вклад внесли в оборонно-промышленный комплекс. После осмотра боевых комплексов дипломатам показали образцы вооружения, разработанные специалистами КБП. Один из наиболее ярких примеров стрелково-гранатометного вооружения – крупнокалиберная снайперская винтовка СВ-96. Эффективная дальность структуры по объектам техники этой винтовки составляет порядка двух километров. И этот мощный боеприпас, он уже позволяет поражать не только живую силу, но и очень широкую номенклатуру объектов на поле боя. Мы можем смело гордиться над нашими оружейниками. Молодцы, молодцы. Спасибо им за это посещение. Я вижу, в чем заключается наша мощь, как мы ее укрепляем. Я вижу людей, которые все это создают. Надеюсь, мы еще увидим тульские самовары. Тоже хочется. И тульские пряники попробуют. Пряники дипломаты обязательно попробуют. А завтра их ждет встреча с губернатором и членами правительства Тульской области. София Кириллова, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Вовлечь бесхозные земли обратно в оборот сельхозработ. Работа, направленная на эти цели, идет в регионе с 2012 года. Об успехах пошла речь на оперативном совещании у правительства региона. За шесть лет под сельхознуждой вернули 25% земель. К 2021 году правительство планирует увеличить посевную площадь до 1 миллиона гектаров. Возврат территории в работу повышает инвестиционную привлекательность Тульской области, отметили участники встречи. Фермеры как свою лепту вносят? В начале 2014 года на территории Тульской области насчитывалось порядка 400 таких активно действующих фермерских хозяйств. На сегодняшний момент времени их количество выросло и составляет более 600. Пошла речь на оперативном совещании и также о неформальной занятости в регионе. В России на серых зарплатах сегодня работают как минимум 15 миллионов человек. Легализация заработной платы, по мнению участников совещания, полезна в плане последующего социального обеспечения граждан, а также наполнения бюджета. В Тульской области выработаны критерии, позволяющие производить отбор работодателей теневого сектора экономики для проведения мероприятий по легализации заработной платы и трудовых отношений. Прежде всего к таким критериям мы относим наличие обращений граждан о фактах выплаты неофициальной заработной платы, других нарушений при оформлении трудовых отношений. Чемпионат России и Кубок Тулы по мотоциклетному спорту прошли в минувшие выходные. На Суперкросс съехались 69 спортсменов из Тула, Москвы, Челябинска, Казани, Сочи, Тамбова, Подольска, Белгорода, Тюмени и других городов. Побывала на соревнованиях и Анна Младцова. Самому юному участнику соревнований всего 7 лет, а самому старшему 50. Спортсмены из 24 регионов России собрались в Туле, чтобы проверить на прочность мотоцикла, свою выносливость и нервы зрителей. Чемпионат России по Суперкроссу состоялся на стадионе «Металлург». На соревнованиях Тулу представлял Максим Кузнецов. Помимо увлечения мотоциклами, Максим работает в ГАИ. Он признается, изначально не он сам выбрал для себя мотоспорт, но теперь не представляет свою жизнь без него. Я не выбирал. За меня родные выбрали. Я был маленький еще тогда. Приехали сильные спортсмены из дальних уголков, скажем так, страны. Но сегодня погода немножко такая непростая и будет сложно. Несмотря на погодные условия, настроение праздника сохранялось. Участники сегодняшнего мероприятия съехали с разных уголков страны. И очень приятно, что они будут показывать свои трюки, свое мастерство под музыкальной композицией «Авторадио». Перед началом соревнований участники заметно волновались. Но после того, как старт был дан, стало не до страха. Всю предыдущую неделю шли дожди. Трасса сильно размокла и требовала повышенного внимания на склонах и поворотах. Кубок Тулы по мотокроссу состоялся уже в восьмой раз. Погодные условия, хоть внесли свои коррективы, повлиять на любовь туликов к этому виду спорта не смогли. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы. В городскую администрацию за прошедшую неделю поступило 126 жалоб относительно аварийных и упавших деревьев. Как отметили на городской планерке, неделя оказалась богата на вмешательство стихии. Так в частном секторе было зафиксировано даже аварийное подтопление. А вот городские ливневки, по словам специалистов, исправны. Правда, из-за объема осадков спускают воду довольно медленно. Были локальные подтопления на Литейный 121, на Курской. То есть низкие места подтопливались, участки в основном. В частном секторе? В основном частный сектор. Ну и связано где в основном ливневой канализации тоже. Последний контрольный матч перед новым сезоном Арсенал завершил нолями. Накануне канониры провели в Туле встречу с Санжи. Арсенал в целом контролировал ход матча. Больше владел мячом, чаще угрожал воротам махачкалинцев, но подвела реализация. Либо выручал галки перанжи. Уже в это воскресенье Арсенал проведет первый официальный матч в сезоне против московского «Динамо». Что-то получается, что-то не получается. Но это нормально при формировании, можно так сказать, немножко новой команды. Потому что много игроков ушло и молодые ребята подтягиваются. Но в целом все в рабочем порядке, в рабочем режиме. Будем по ходу сезона добавлять. Добавлю также, что в среду, 25 июля, на Центральном стадионе пройдет встреча с болельщиками. Она состоится в 18.30 на западной трибуне. Вход через северо-западные ворота, которые будут открыты с 17.30. Праздник явления иконы Казанской Божьей Матери отметили православные в Туле в прошедшие выходные. Десятки верующих пришли в этот день в Свято-Казанский храм, построенный когда-то на средства прихожан. Подробнее расскажет Анна Молодцова. Детский хор воскресной школы при Свято-Казанском храме исполнил песни в честь православного праздника. Теперь трудно представить, что совсем недавно этого храма здесь не было. В инициативе отца Владимира строительство началось в 2007 году. Был заложен фундамент, а спустя 4 года храм начал функционировать. Позже появилась и воскресная школа. Здесь, в стенах воскресной школы, конечно, все строится особым образом. Здесь и очень теплая душевная атмосфера, и четкие знания, и в то же время, может быть, показ каких-то рамок, как должен вести себя человек, чтобы не сбиться с предначертанного ему пути и помогать обществу всем нам. Прихожане, на чьи средства возводился храм. С самого начала очень трепетно относились к проекту. Во время строительства храма, когда еще над ним не было купола, пасхальная служба проходила прямо под звездным небом. Отец Владимир признается, это было добрым знаком. Звезды всегда имели особое значение в его жизни. И теперь он преподает детям астрономию в воскресной школе. Это воспитание и образование. Потому что это будущее этих детей, которые себя будут искать в этой жизни, раскрывая те таланты, которые им даны, и приумножать. Прихожане отмечают, без отца Владимира строительство храма было бы невозможно осуществить. Он взял на себя организацию всех работ. Местным жителям приходилось бы и дальше ездить в церковь в другие районы Тулы. Сейчас каждый может прийти в стены свято-казанского храма, чтобы получить поддержку. Это духовно развивает каждого человека, чтобы душа человека была открыта, он не замыкался в себе и старался найти радость, отдушину. Строительство самого храмового комплекса еще продолжается. Следующий этап – роспись стен. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Туни. К этому часу у меня все. Все более подробная картина дня на нашем сайте tsn24.ru.